Дорогие друзья, уважаемые посетители музея Льва Николаевича Толстого и поклонники именно моего творчества в нем. Я рада вас сегодня снова приветствовать у нас в гостях и представляю вашему вниманию наш новый музейный видеопроект, который называется «Музейная онлайн-студия. Семейное рукоделие толстых». На наш взгляд, эти творческие уроки будут интересны прежде всего детям от семи лет и старше, их родителям и бабушкам, а также всем творческим людям, которые никогда не остаются равнодушными ко всему эксклюзивному и рукотворному. С древних времен на Руси семейное рукоделие было в традициях. И толстые, большие и маленькие тоже были весьма творческими, талантливыми. Лев Николаевич, например, часто удивлял своих домашних чудесными бумажными журавликами, которые он выполнял в технике оригами и дарил детям и взрослым из своей семьи. Дети толстых тоже постоянно что-то творили, изобретали. Старшая дочь Льва Николаевича Татьяна Львовна завела в доме творческую традицию. Каждый новый гость, посетивший их семью, мог при желании оставить свой автограф на черной суконной скатерти у Татьяны Львовны мелом. А она потом этот новый автограф, каждую новую подпись вышивала шерстяными или шелковыми цветными нитками быстренько, пока мел не стерся. Чем не украшения в интерьер? Дети толстых клеили, вышивали бисером, расписывали предметы и дощечки, делали открытки. К празднику толстые готовились всей семьей, к любому празднику. Создавали подарки друзьям и близким и обязательно крестьянским ребятишкам, без которых не обходился ни один праздник в семье толстых. Все, и мальчики, и девочки, умели шить одежду куклам, и кукол этих, собственно, делать тоже умели. В то время детям было часто принято дарить рукодельный сундучок или ларчик, в котором было все необходимое для шитья. Конечно же, главной неутомимой труженицей и рукодельницей в семье толстых была мама Софья Андреевна Толстая. Она творила ежедневно и великолепно. Умела шить на швейной машинке, вышивала гладью и крестом. Кстати, эту технику вышивания она называла «пойду шить дырочки». Великолепно вязала на спице, и крючком. Освоив технику тунисского вязания крючком, Софья Андреевна создавала уют в интерьере своего дома в виде связанных в этой технике одеял и ковров. Ее маленькие детки постоянно находились рядом с ней и с ранних лет тоже приучались к рукоделию с нитками, с иголками, с ножницами и другими инструментами. Семейное рукоделие оставалось в традициях русских семей вплоть до окончания советских времен. Я вам рекомендую вместе с вашими детьми перечитать и вспомнить замечательное произведение Зои Ивановны Воскресенской, которое называется «Секрет», где увлекательно описывается, как маленький Володя Ульянов, не знавший еще тогда о своем будущем вождя пролетариата, вместе с братьями и сестрами готовил подарки ко дню рождения мамы. Я зачитаю начало этого рассказа. В конце февраля в доме Ульяновых на антресолях поселялся секрет. Он был беспокойный, стучал молотком, тарахтел швейной машинкой, визжал, как пила и похрипывал, как лобзик. Стоило детям в столовой хоть на минуту остаться без родителей, секрет соединял их головы и начинал таинственно шептать. С появлением мамы он исчезал, и дети садились по местам с самым равнодушным видом. Вот красноречивая иллюстрация, равно как и эпизод из воспоминаний Татьяны Львовны о том, как в их семье готовились к празднованию Нового года и Рождества. Я об этом уже рассказывала в своем новогоднем ролике с мастер-показом новогодней поделки. Да и на наших экскурсиях и лекциях вы тоже могли слышать о том, как это происходило у толстых. Так вот, это яркие иллюстрации детского досуга и творчества в Царской, а потом в Советской России. Мы помним, как ручной труд в разных видах был обязательной дисциплиной в школах. И это было правильно и довольно интересно. Со временем традиция семейного рукоделия была утрачена почти полностью, за исключением редких семей. Но, к счастью, сейчас все возвращается на круги своя, открываются всевозможные кружки по рукоделию, студии, проводятся тематические мастер-показы и прочее. И это прекрасно. Ведь рукодельное творчество успокаивает и преображает любого человека, возвращает нас к истокам народной культуры. И чем быстрее мы это поймем и возродим в наших детях творческий потенциал, да и свой собственный тоже, тем более духовно здоровой и интересной станет наша нация. Мы, по примеру наших коллег из других музеев, у себя тоже, так или иначе, на интересных занятиях с детьми, на уроках народных мастериц, пытаемся увлечь подрастающее поколение рукотворчеством в разной тематике и в разнообразных техниках. И данный новый видеопроект – продолжение воплощения идеи возвращения к истокам народной культуры. Только уже на более современном уровне, с учетом сегодняшних реалий и возможностей. Поэтому для наших занятий и вообще для своей творческой деятельности, своего творчества, я выбрала современное перспективное направление – креативный дизайн, в котором можно совершенствоваться бесконечно, что я и делаю уже давно и довольно успешно. И на творческих уроках я хочу поделиться с вами приобретенными в этом направлении знаниями и идеями, которые помогут вам и вашим детям сделать пространство вокруг себя более гармоничным, уютным, красивым, а значит жизнь станет интереснее и веселее, с помощью изделий, которые мы будем вместе создавать во время наших творческих встреч. От урока к уроку каждое новое изделие будет усложняться в зависимости от выбранной техники работы, от количества используемых в одном изделии материалов, от эксклюзивности идеи и прочее. Почему название «Семейное рукоделие Толстых»? Во-первых, потому что мы с вами в музее Льва Николаевича Толстого. Во-вторых, на наших занятиях мы часто будем обращаться к рукодельному опыту этой почтенной семьи, только их идеи мы будем дополнять и совершенствовать. Ведь рукоделие – это не только шитье, вязание, вышивание, оно является частью более обширного рукотворчества. И это рукотворчество в наши дни имеет название «Креативный дизайн», мастером которого я и являюсь в числе других мастеров, вне музея Льва Николаевича Толстого. Мне не очень нравятся иностранные слова «креатив» и «креативный», но именно они, как нельзя лучше, передают суть направления деятельности, которой я занимаюсь и которая мне близка. В двух словах я объясню сейчас, чем креатив отличается от обычного понимания слова «творчество», а это не одно и то же, поверьте мне, а потом мы уже на практике будем ознакомиться с вот этим самым креативным дизайном. Итак, чтобы вы понимали, о чём я говорю, «Творчество» – это вдохновенный процесс создания чего-либо, картины, вещи, предметы интерьера, быта, какого-то аксессуара и другое. И вот перед нами готовая вещь, кем-то уже сотворённая, или нами же самими, только чуть ранее. Включаем креативность, то есть способность видеть вещи по-новому, способность сочетать старые элементы в новых оригинальных комбинациях, и вот вам, пожалуйста, креативный дизайн. И вот такое видение одной и той же вещи в новых красках и с разных ракурсов никогда нельзя назвать повторением или, ещё что хуже, плагиатом, потому что это бесконечное совершенствование себя и мира вещей вокруг. В нашей онлайн-студии я поделюсь с вами креативными идеями и умением по-новому смотреть на привычные вещи. Видеопроект «Семейное рукоделие толстых» состоит из 12 основных творческих уроков на определённые темы и с применением всевозможных материалов. Мы с вами будем творить и креативить с помощью бумаги, тканей, пластилина, пуговиц, бисера, картона, теста и прочее, и прочее. После посещения основных уроков наши встречи могут с вами продолжиться либо, опять же, в видеоформате, либо уже, когда музей вернётся к привычному режиму работы для посетителей, вы с вашими детьми сможете прийти на так называемые уроки с живым творческим общением. Все необходимые материалы для творчества мы вам предоставим, и вы унесёте с собой домой вами же самими созданную креативную вещь. Приходите к нам, пожалуйста, будет очень интересно. Продолжение следует...